Всем привет. Сегодня мы уезжаем из Качанга. Едем в Камбоджу. Нас только что забрали из отеля. Сейчас мы едем на паром, потом опять садимся в автобусе и едем до границы с Камбоджей. Будем все вам показывать. Сейчас где-то у нас 7.40. Подвезли нас к парому. Сейчас я вам его покажу. Паром выглядит вот так. А сейчас сверху посадочные места для пассажиров, внизу для автомобилей и мотобайков. Так связывается Качанг с материком. А вот и наш мини-бас. Вообще дорога вроде обещает быть не очень легкой. Посмотрим, покажем. Мария! Куда мы едем? Громко! В Казахстан? Да! В новую страну! Купенты! Изболнять будем. Короче, мы покидаем тайскую границу. Проходим. Пешим путем. Очень интересный. Короче, идем куда-то с каким-то челом, который подхватил нашу сумку. А вообще мы крепко спали. Вдруг дверь автобуса открылась. Ворвались какие-то мужики. Человек пять. С криками. Типа выходите, виза, рант и так далее. Ну, в принципе, все пока плотно и понятно. Машина не отставалась. На границе лучше не терять. В общем, мы сидим. Где-то между границей ждем. Видимо, чтобы понять, что входит в функцию помогатора. Пока ничего такого, что мы не могли бы с вами сделать, не было. Потому что при подъезде трансфера там практически сразу же окно, где штампует... Ну, то есть тайская граница, где я делаю штампик. Давай, зайчик. Нашу сумку подхватил какой-то герой с тарантайкой. Провез ее метров сто, по моим оценкам. И вежливо, или даже не очень, потребовал денег. Мы заплатили 60 бат. Ну, попросил 60 бат. Оценил свои услуги за эту сумму. Ну, мы решили, в принципе, не жмотиться. Есть только и да. Потому что сумка наша была тяжелая. Непонятно, как будет дальше. На самом деле, если не жалко 60 бат, вы свою сумочку так и отдавайте. Зато вы не дергайтесь с ней. Дорожка тут убитая. Колесики едут плохо. Так что... Да, 60 бат, но это... Я не жалею. Не проблем. Потом еще подошли к какому-то... В общем, тут есть окошко. А перед окошком сидит какой-то офицер, который, видимо, дает что-то вроде декларации. Так же он нас сфотографировал. А, да. Сказал 20 бат. Но эти 20 почему-то оказались... В 40. 22. 20. Видимо, за тебя и за меня, но не за машину. В общем, мы сами не поняли, что это были. Но поскольку тут с языком плохо, переводчика нет, помогаторы, естественно, не разговаривают на русском. В итоге не помогают, чтобы вовремя слиться. Ну, собственно, мы дали. Это же невелика беда, невелика потеря. Там в окна, видимо, люди, те, кто самостоятельные. Или мы сейчас пойдем, как заполним, пойдем на это. Я думаю, что, может быть, он сам заполняет. Ну, да, он все заполняет, а потом... А потом, наверное, пойдем вместе к окну. И, собственно, видимо, все. Надеюсь, что нам повезет, и нас сразу же посадят на автобус. Но если не повезет, то придется подождать часа полтора. Ну, в принципе, они так достаточно четко, быстро работают. Видно, что у них все отработано уже, все ходы и выходы. То есть, наверное, если бы их не было, то мы бы поглазели. Наверное, если едете первый раз, то, может быть, стоит заказать эту услугу. Тем более, если она стоит столько же, сколько и без нее. Ну, а потом уже, в принципе, можно справиться с мамой. Тут не так все сложно. Сложность, как я читал, мы тоже, не знаю, может, это тоже нас запугивали, исключается в том, что ты подходишь со своим паспортом, ты хочешь сдать, а у тебя его не берут. Тебе говорят, ноу. Ты ждешь, в очереди стоишь, в какой-то мифической. Ты опять подходишься, и опять его не берут. А в это время помогают, они заходят с пачками паспортов, и у них все-все берут. И пока вот эти не закончатся, ну, это как бы тоже, возможно, миссия. Мы это не испытывали. Дорога, в принципе, была комфортной. Нам сказали, что транспорт с точки, из отеля до границы, это будет лучшее, что мы запомним в этой дороге. Возможно, так оно и будет. А со стороны Камбоджи будет ехать намного интереснее. Транспорт будет несколько иного. Мы посмотрим, снимем. До встречи, кому-то. Короче, у нас не обошлось без небольшого приключения. Когда помогатор вернулся с заполненными бумажками на визу и визами, сказал, продолжил нам заплатить чаевые. Мы спросили, сколько. Мы смотрим на то, что обычно это является жестом доброй воли. Он сказал, что 5 тысяч бат. Мы немножко выпали. А, 500? А, 500, сори, да. 500 бат. Мы немного удивились и сказали, такого не может быть, потому что мы все оплатили уже. Он очень возмутился и сказал, как так, вы должны оплатить мне. Причем здесь фирма. В общем, какая-то у них несогласованность. Мы попробуем ради интереса потом написать в фирму и выяснить этот вопрос. Потому что, понятно, что кого-то обижать не хочется, но факт в том, что однозначно эти деньги мы уже оплатили. А далее развивали события следующим образом. Он нехотя нам показал окно, в которое нужно было еще поставить штамп, то есть, если бы он его не показал, то мы бы, наверное, прошли даже мимо. Потому что мы думали, что уже все. Значит, в этом окне у нас сняли отпечатки пальцев, сфотографировали еще раз и отпустили с миром. Когда мы отошли от этого окна, то поняли, что не видим нашего мэна и должны куда-то идти. Сразу же на выходе пристают какие-то люди, которые что-то предлагают. Я так понимаю, что завезти на мини-бассе или что-то такое. Да, Леш, на мини-бассе, по-моему, у нас кто-то? Вот. Мы решили осмотреться, пойти вперед. Впереди нас встретил другой мэн, который сказал, что у него наш билет. Сидите здесь, ждите автобус. Мы как бы насторожились, попытались еще раз найти исходного мэна, но найти его так и не смогли. Решили подождать. Правда, попросили нашего мэна показать нам наш билет. Он его показал. Ну, вроде пока похоже на правду. Ждем, в общем, автобус. И приключения продолжаются. Вообще, главное иметь хороший настрой. Потому что, конечно, все это такая авантюра, наверное, все же не для слабомеров. А если люди, которые теряются, мешкаются, то, наверное, вообще можно впасть в большой стресс. Ну, в принципе, так. Потом будем вспоминать как приключения. Маша! Ой, я тебя потеряла. Мама, я хотела сказать, а ты думаешь, понимаешь? Маша? Значит, мы стоим на остановке. Наш автобус большой будет в 2 часа дня. И предупредили, что он едет 6 часов. Ну, в принципе, как и говорили в турфирме. Это до площади. Плюс еще потом вот за какую-то денежку, ты понимаешь, что он будет разводить. А также нам сделали предложение за 1600 бат на троих. Прямо сейчас отправление в мини-басе. По времени. 4,5 часа он сказал. 5. В принципе, мы решили, что это около 2,5 тысяч рублей. Когда Пушгор, да? Нормально. Решили согласиться. Вот подъезжает наш бас. Кому платить? Я пей. Ты пей? Ты пей. Мы пей. Окей. Мы погрузились в автобус. Очень надеемся, что нас довезут до нашего отеля. Примечательный факт, что название отеля не спросили. О, а машина, кстати. Миру не... Машина леворульная. Golden Bass. Мам, а это... Сейчас подожди, немножко остынем. Скажи свои впечатления. Ну, я думал, у нас будет более все сглажено и ровно. Конечно, тут нервы покрепают немножко. Но, в принципе, пока все нормально, так как мы более-менее знаем, что за чем идет и как должно быть. Вон там туалет, чтобы папа будет оформляться на мой сходе. Ну что, перебыли? Ура! Наконец-то! Сколько времени? Сейчас заселят без тебя. Будешь потом искать нас. Ну что, уже кто-то был? Почему? По времени-то заняло порядка 15 часов. Практически без остановок. Ну, на пути мы в машине ехали одни, только втроем. Четыре часа мы ехали. Час мы выехали. Четыре часа мы выехали. Четыре часа мы выехали. Я посмотрела три мультика. Целых три мультика посмотрела Машу, да. Сколько ты посмотрела, говоришь? Три. Три мультика. Вся дорога у нас заняла в целом 10 часов. И три мультика прямо Анна смотрела и очень длинная. Ну, по усталости, мне кажется, даже за Бангкук мне было тяжелее до Качанка доездить. Ну, как-то более-менее. Либо мы уже как бы просто после отдыха, так сказать, восстановлены. Не после города, а после суеты. Дорога сама по себе отличается. Я могу сказать, что было много живописных пейзажев, как в Таиланде. Как-то вот все вроде недалеко, но все как-то иначе. Очень мало населенных пунктов, нам показалось. То есть реально населенных мы проехали, может, пару, тройку. Дорога идет в основном по лесу. Дорога тоже довольно-таки плохого качества. Ну, вообще все напоминает Россию. Много лесов, плохая дорога. А, в какой-то момент дороги не было. Ты спала или нет? Видела? Участник в дороге не было. Я подумала вообще, что... Пиши пропало, что нас завезли вообще... Везут куда-то в другое место. Что на нас обиделся этот мужик. И что он договорился с таксором. Ну, давай даже нам уже тут поедем. Готовят, конечно. Дороги жесткие, ужасные. Да, было. Я хотела, водят ужасно. Несколько раз у меня сердце просто в пятки уходило. Как они ведут себя на обгонах и при маневрах. Это просто что-то. Машины, все машины маломощные. Ну, видно, что замученные движки. Не тянет вообще ничего. То есть он кондиционер отключает, чтобы в горку ехать. И при этом, что пытается обгонять фуру какую-нибудь. Которая тоже еле ездит. Хорошо тормоза работает. Он очень противный. Кто противный наш? Это Вадима. Вадима противный? Тебе он тоже не понравился? А, значит, ну естественно... Он же нас еще трес. Да. Естественно, не обошлось без якобы недопонимания в конце нашего путешествия. Водитель, который якобы не понимает ни английского, никакого языка, посвонил своему другу. Попросил передать трубку нам. И друг как бы не изначально уточнил, но стал уточнить по поводу того, что мы вас довезем туда до бассейн-стейшн, а дальше вы на тук-тук-драйвер и вперед. Своего отеля. Собственно, мы ему сказали, что мы как бы так не договаривались, что в SM-сабжект нашей договоренности было как раз в том, что нас везут до нашего отеля. Ты поставь себе тарелку. Ну, собственно, к счастью, удалось регулировать вопрос, потому что, конечно, это было бы очень неприятным испытанием с вещами, седевшись после такой дороги, искать тук-тукеры, договариваться, трястись. Тук-туки, они не такие уж и большие. У нас здоровая сумка, два рюкзака, машек. Я даже не умер, чтобы как-то все влезли туда. Ну, было бы явно неудобно, да. Поэтому, к счастью, нас довезли. Плюс нас могли бы еще покатать специально. Ну, в общем, мы доехали хорошо. Нам, как всегда, везет. Десять часов, полет нормальный. Ездить можно. Но мы еще не вернулись. Самое интересное нас ждет в Турине. Следите за нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока. Удачи!